всем привет с вами дмитрий урсул сегодняшнее видео я хочу ответить на вопрос который мне недавно задал подписчик один из учеников школу лоджик про хелл о том как вот что делать если я хочу использовать какой-либо плагин вне люк какого-либо секвенсор вне лоджика вне и болтона ну вообще любой программу просто хочу в системе ну мы все слушаем звук через систему это может быть музыка на youtube или еще что-то или даже своя собственная музыка вот я хочу какой-то плагин использовать на системе ну давайте поговорим о том когда это бывает нужно но я думаю догадались есть куча всяких плагинов которые например корректируют звук и даже учитывая что у них есть свои как правило стендалон версии то есть отдельный как программу например тот же sonar work которым я пользуюсь точнее ну sound айди референс у real phones тоже есть своя такая программка но это связано с тем что нужно перенаправлять весь звук через настройки аудио на этот на эту программу то же самое касается там другой программы а если мы хотим быстро попереключаться или даже например использовать эти программы параллельно ну мало ли там одновременно то такой метод там не подойдет нам нужны именно плагины чтобы собрать некую цепочку плагинов и чтобы эта цепочка работала именно со всем звуком нашего компьютера кстати она также может обрабатывать и звук секвенсоров то есть вот такой возник вопрос вот что в таком случае делать потому что вот у моего подписчика у нее наушники которым идет программа vr который там позволяет эти наушники в разные пространства погружать и так далее ну что то типа real phones только чуть иначе и вот встал вопрос а как если я хочу вот всю весь звук системы слышать через этот плагин а не только там используя в лоджике на мастере так далее и в mac в mac os есть отличная программа на windows по моему ее нету но я с windows и не работаю если вы смотрите это ролик скорее всего тоже работаете на mac поэтому для нас для mac юзеров есть отличная программа называется audio hijack это та же фирма rock amoeba о которой я уже рассказывал в одном из предыдущих видео про ее программу компаньона который называется loopback которая тоже пользуюсь постоянно для перенаправления аудио из одного источника в другой и так далее аудио hijack он работает чуть по-другому это такой как скажем так такая программа захватчик звука которая нам берет звук перераспределяет его тоже какой-то момент но точнее в какую-то свою там направление но вы можете здесь и записывать то есть такой мини-секвенсор то есть он может записывать трансляцию звука то есть вы можете записывать и звук например с интернета параллельно свой микрофон можете записывать и ну то есть это как по сути такой loop loopback вместе с таким мини-секвенсором который может и перераспределять тоже движение звука внутри системы что-то захватывать что-то записывать и самое главное что он поддерживает плагины то есть в нем можно загрузить абсолютно любой аудио юнит плагин и ваш звук системы будет обрабатываться этими плагинами опять же какие у нас бывает плагина вот я например как я использую эту программу я сейчас ее открою у меня автоматически уже настроено что у меня открывается сессия а который называется white on records reference я так назвал который выглядит вот тем что у меня автоматически запускается вот два плагин как вы видите у меня здесь загружен систем white аудио на самом ли программа очень простая вы просто из модуль то есть создаете новую сессию вот у меня сейчас сессия запущена как видите вот она идет здесь то есть список сессии можно создавать новые сессии в сессии ну представьте как проект который в данном момент работает вот мяч с открыты вот это моя сессия white on records reference и что у меня здесь есть мне здесь есть все системное аудио все что есть это и программы и интернет и какие-то просто файлы finder которые воспроизвожу и logic если я запущу то есть это все системное аудио она пропускается через собственно tonal balance control от изотоп плагин и дальше идет юлин лауна сметан ну как вы уже догадались это метринговые плагины которыми я анализирую референсы то есть я просто включаю их и все это вы как вы видите выходит на sound айди ну я просто использую в своей системе как выходное устройство sound айди я уже к этому привык в принципе я мог бы использовать я просто выход на свои мониторы а sound айди использовать как тоже плагин потому что он тоже поддерживается как плагин но здесь я его в качестве устройства тоже могу используется кстати вот так и сделал последний раз я как видите я решил миновать именно вот этот sound айди я поставил именно плагин вот значок плагина то есть у меня сантыدي референс работают как плаге но это потому что я здесь хотел переключать разные настройками как выйти несколько мониторов я хотел чтобы система у меня была но работало по одному а именно вот эта сессия работала подругом поэтому ржевых разделить хотя здесь в output девайс я мог просто выбрать тот же самый sound айди референс который у меня через который мне и так звучит вся система но опять же это для того чтобы я слышал звук из мониторов уже скорее к с коррекцией под свою комнату как вы поняли ну то есть опять же большая очень гибкости все это можно ну здесь меня очень простая сессия у меня просто сигнал идет 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 и выходит а тут можно создавать всякие петли копии ну то есть ну прям заморачиваться если вдруг вам это понадобится вот здесь это все легко делается я сейчас покажу примерно как собираются сессии из каких модулей это программа стоит на самом деле все очень легко как это работает вот сейчас как видите идет в реальном времени работа вот этих плагинов 2 вот я открыл яндекс музыку свой трек единственное наверное в ролике не буду использовать его звук просто чтобы не было копирайтов не дай бог каких-то от youtube он даже на мой собственный трек может их наложить поэтому не будем рисковать в общем я воспроизвожу трек и как вы видите у меня все анализируется в реальном времени то есть вот эти два плагина которые мне установлены вот здесь цепочки они работают здесь показывается что идет собственно трансляции звука и эти два плагина абсолютно работают четко я могу отслеживать и кривую частотную там выбирать разные пресеты и отслеживать какие-то громкостные динамические изменения то есть все это показывается в реальном времени очень удобно то есть вот если у вас есть какие-то любимые метринг плагины вы можете ими пользоваться и вот их используют для в том числе анализа референсов то есть это очень классная история ну и также можете выполнять технические моменты то есть как я показал вы можете например использовать те же корректирующие плагины ну или еще что то может быть другом понадобится если захотите на звук своей системы наложить какой-нибудь distortion или delay вы тоже можете с помощью этого на этой программы это сделать то есть даже такие вот интересные вещи доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ к всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусте и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готово можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене здесь в ней можно также записывать как подкасты то есть вы можете ну допустим давайте я создам новую сессию то здесь есть уже готовые темплейты с разными настройками можно прям создать пустую блэнк сессию там потом дать ей название и здесь вот все очень легко то есть справа у нас есть возможные блоки из которых можем собирать нашу цепочку то есть ну соответственно вначале у нас источники это могут приложению то есть можем не все системное аудио отбрать а конкретные приложения то есть я хочу только звук лоджика засунуть я например что вставляю здесь выбираю приложение там можно выбрать в папке программы там тот же самый лоджик допустим вот то есть и звук из лоджика у меня будет например идти еще куда-то то есть могу через какой-нибудь там ну я не знаю для чего еще могу также добавить input девайс сюда например то есть там свой микрофон да то есть выбрать устройство выбрать там канал и так далее то здесь все это можно настраивать то есть можно также перенаправлять потом соответственно выбираем выход то есть это может быть ваш ауту ауту девайс можно поставить рекордер то есть мы хотим записывать то что мы здесь даем файл то есть можно сделать так здесь также еще есть вариант live стрима то есть можно на какой-то сервер передавать звучание от вашей сессии ну то есть такая довольно интересная программа но я прямо сейчас супер подробный обзор и делать не буду потому что здесь я не честно говоря не всеми далеко функциями пользовался здесь есть встроенные эффекты в нее и эквалайзер есть баланс который будет кстати держать общий уровень громкости довольно удобно для какого-то стриминга и так далее то есть он будет ну поддерживать из какой-то некий единый уровень баланса если вдруг у вас разные источники они прыгают по громкости то здесь есть такие встроенные такие базовые плагины скажем так но самое главное здесь конечно же есть плагины сторонние то есть вот ауди юнит эффект то есть этот эта программа поддерживает именно формат аудио юнец ну или компонент то есть то же самое что у нас лоджики то все те плагины что у вас используются лоджики также могут быть использованы и здесь и вот прям гигантский здесь список соответственно верху естественно можно найти все что нужно то есть все вот плагин которыми в системе установлены они здесь также присутствуют и вот как я уже показал вот можно создавать такие вот цепочки их параллельно запускать что-то записывать даже можно ставить здесь расписание то есть ну вдруг у вас прям компьютер работает нон-стоп и вы опять же работать с какими-то трансляциями то здесь это все можно настраивать программа довольно удобная у нее много назначений и много возможностей на официальном сайте вы можете подробнее почитать и там видео посмотреть с обзорами с возможности этой программы я ее использую именно вот за счет того факта что она может использовать любые плагины и обрабатывать собственно любой звук вашей системе но как правило имеет смысл именно весь системный звук через нее пропускать вот поэтому собственно вот я пользуюсь такой простой цепочкой больше ничего как правило не использую в этой программе и вот если вы вдруг хотите слушать музыку и параллельно обучаться о чем я всегда говорю в своих роликах то вы спокойно можете запускать эту программу включать youtube включать там контакте чего угодно где вы слушаете музыку просто finder и можете слушать файлы своих и все это будет показываться то есть вам просто остается выбрать какой-то подходящий плагин для отображения тех или иных параметров которые вас интересуют динамика общая громкость там выходная частотная характеристика этом спектр и так далее то есть вы можете настроить по максимуму здесь плагинов их открыть вот в таких отдельных окнах их даже можно здесь как бы за закрепить чтобы они всегда были поверх у вас остальных окон и по сути если у вас есть отдельный монитор вы можете прямо туда все вывести у вас будет анализатор который показывает все что происходит с вашим системным аудио и еще раз повторюсь это в том числе и затрагивает приложение то есть вот вы послушали какие-то референсы потом переключаетесь в лоджик в тот же самый в нем работаете и также смотрите по тем же самым анализатором что у вас в лоджике происходит то есть это также можно сэкономить ресурсы то есть не обязательно в каждой сессии лоджика загружать на мастер какие-то вот такие анализаторы они могут работать параллельно в отдельной программе внешней а в лоджике вы уже чисто ну занимайтесь тем что вам нужно то есть непосредственно обработкой дорожек и так далее то есть вот ну очень много сценариев вы можете в комментариях написать потому что вы уже придумали какой-то свой уникальный сценарий для чего вам эта программа может пригодиться если вы про нее не слышали также пожалуйста напишите комментариях будет интересно насколько вам вообще удивило наличие такой программ но возможно вы уже видели по программ на самом деле давнишняя и она уже много лет существует на рынке но вот последние версии прям стали очень насыщены по функциям поэтому я прям настоятельно рекомендую с ней ознакомиться есть и демо режим но ее можно и в интернете найти на всем известных сайтах поэтому в принципе программа не такая недоступная скажем так поэтому вы можете смело прям сегодня попробовать в использовании что ж ну вот на сегодня у нас ролик закончился взять напишите комментариях как вам знали ли вы про такой такую программу и про такие возможности еще раз напоминаю не забывайте писать свои вопросы потому что вот видите у меня подписчик написал я решил на эту тему записать ролик также если у вас есть какие-то вопросы если у вас есть какие-то интересные ситуации обязательно не пишите не стесняйтесь я везде на связи в telegram у нас есть telegram чат logic про хелл где тоже всегда на связи и самые интересные вопросы или какие-то ситуации я стараюсь разбирать вот в таких воскресных видео и естественно подписывайтесь на наш канал вот про хелл здесь постоянно выходит каждую неделю новые ролики по лоджик и вот по сопутствующим скажем так программам и плагинам которые помогут вам в вашей работе ну что ж с вами был дмитрий урсул увидимся с вами в следующих видео всем пока